Харе Кришна Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы читаем сегодня Шимат Бхагаватам. Песня 6, глава 16, текст 8, Читракету. Удостаивается встреча с Господом. Омнамон Бхагавате Васуды Ваян. Омнамон Бхагавате Васуды Ваян. Омнамон Бхагавате Васуды Ваян. Сначала по словам. Эй вам, йони гатага, дживага, сага, ниттяга, нираган критага, Яват, ятра, упалапхета, таван, сватвам, хи, тася, тат, И вам, йони гатага, дживага, Яват, ятра, упалапхета. Яватятрубхалапхетан Тавацватвамхитасятат Тавацватвамхитасятат Эвамюнигатоджива Санитьянираханкритаха Яватятрубхалапхетан Тавацватвамхитасятат Эвамюнигатоджива Санитьянираханкритах Яватятровалапхетан Тавацватвамхитасятат Тавацватвамхитасятат Пожалуйста, отвечал Тавацватвамхитасят Яватятрубхалапхетан Тавацватвамхитасятат Пожалуйста, Натадже. Пожалуйста, Натадже. Воплощенное в одном из видов жизни. Живое существо. Сага. Оно. Нитяга. Вечная. Нираганкрита. Не отождествляющее себя со своим телом. Не отождествляющее себя со своим телом. Яват. Пока. Ятра. Где бы. Упалапхета. Не находилось. Не находилось. Тават. Так. Сваттвам. Самосознание. Хи. Конечно. Тася. Тат. То. Оно. Перевод. Отношение между живыми существами, основанное на родстве их бренных тел, также временным. «Однако сами живые существа вечны. Умирают и рождаются тело, а не живое существо, для которого не существует ни рождения, ни смерти. Поэтому живое существо не имеет реальных отношений со своими так называемыми отцами и матерьми». Он так написано. «Получив от них в результате своих поступков в прошлом новое материальное тело, живое существо вступает с ними в какие-то отношения, и поэтому мнит себя их ребенком и питает к ним нежные чувства. Однако вскоре смерть кладет конец этим отношениям, и поэтому нет никакого смысла ни радоваться, ни скорбеть». Комментарии Его Божественной Милости Ачеба Кьюната с вами сшила Павлопады. «Душа обитает в теле и ошибочно отождествляет себя с ним. Ее отношения с полученным и с полученным телом, и с так называемыми отцом и матерью иллюзорными, все эти иллюзорные представления сохраняются у нас до тех пор, пока мы не обретем знания об истинном положении души». Конец комментария. Продолжение следует... 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 Доносится знание о том, кто мы есть, почему мы тут, куда мы идем, как все это надо понимать. Что у царя Четракету под конец уже не осталось никаких сомнений в Всевышнем могуществе Господа и абсолютном благе, которое Он дарует всем живым существам, находящимся в этом материальном мире и за Его пределами. Если мы помним, вначале у него были сомнения, он думал, как Бог мог так поступить, почему Он так жесток, как вообще мог такое со мной сделать. Если вы помните, те сцены, когда их долгожданный ребенок умер, оставил тело, как он и его жена проклинали всех богов, говорили о несправедливости, слали разные эпитеты и местоимения в их адрес, говорили, что это не так, нужно было быть. Это называется то, что ввергает наше сознание в скорбь. То, что является следствием неправильного восприятия происходящего, то, в свою очередь, что является следствием иллюзорного понимания нашего положения, нашего зафестивателя. Что в следствии и чего является воздействие невежества на наше сознание, и самым последним является то, что живое зафестивство забывает о том, кто оно, кем оно является по отношению к Богу. Здесь мы видим, как Филапрупада практически повторяет то же самое, что говорит Кришна в Бхагавадгите, когда Он начинает объяснять Аржуни, азы духовной жизни, с чего начинается духовная жизнь. Вот Кришна первое, что делает, говорит Аржуни, кто Он есть, кем Он является, каковы Его обязанности самые изначальные. И о чем Его надо вспомнить. Первые шаги – это знание о Душе. Первые шаги в духовной жизни – это понимание того, кто Я. И ведическая культура, которая сравнивает веды с лотосом, красивым, сияющим лотосом. Знание о Душе сравнивает с жемчужиной, которая находится на самом центре этого лотоса. Потому что знание о Душе – это самое большое сокровище, которое предоставляет ведическое знание. И он говорит, что от того, насколько мы восприняли это знание, насколько мы его осознали, насколько мы вжились в него и пропитали им свою жизнь, зависит, что будет дальше с человеком. Поэтому веды говорят, главные вопросы, которые должен задавать себе человек, вставший на путь самоосознанием. Первый вопрос – кто Я? И второй вопрос – в чем мое благо? И в зависимости от того, как мы отвечаем на первый вопрос, кто Я? Естественно, приходит понимание на второй. В чем для меня благо? И Шила Брабхупада приводит очень много других цитат из Бхагавадгиты. Помните? Давайте вспомним, да? Что было в предыдущих стихах и комментариях. Какой он стих приводил? Знаменитый стих. И мудрого человека, который познал это, что с ним происходит? Не беспокоит? То, что происходит с телом. Потому что он утвердился в понимании того, что он душа. Если этого понимания нет, то тогда у нас обязательно будет присутствовать противоположное. Я есть это тело. И, значит, если Я это тело, то в чем для меня благо тогда? Логический ответ вытекает из первого. А? Что для? Я есть тело, в чем для меня благо? Как можно больше. Потому что мрет скоро это тело, и будет всему конец. Поэтому нужно успеть как можно больше понаслаждаться. И веды говорят, это, в общем-то, путь деградации. Поэтому Шриша Панишат, помните, Веданта Сутра, она обращается к каждому, кто получил человеческое тело. Изучайте, познавайте, углубляйте это знание, понимание того, кто вы есть. Потому что от этого все остальное зависит. Куда дальше мы пойдем? Что с нами будет происходить? Что нас ждет в целом, в перспективе даже? И Жила Прабхупада в комментарии говорит, что тот, кто осознал, что он душа, он уже не подвержен вот этой иллюзии, которая обычного человека, не осознающего это, постоянно повергает в страх, скорбь, одержимость, какие-то иллюзорные всевозможные ощущения, и, в общем-то, сбивает его с пути. В результате он просто запутывается. И тогда возникает вопрос, если действительно мы все вечные, садчит ананда, душа, как таковые души, преисполненные вечности знания и блаженства, и являемся неотъемлемыми, то есть, что значит неотъемлемая часть Господа? Значит, что ее невозможно отсоединить. А мы не можем отсоединиться от Бога, потому что мы и есть Его часть. И невозможно отрезать кусок Бога и сделать так, чтобы он полностью был от него отсечен. Потому что, опять же, в Багалдите говорится об этом. Душу нельзя рассечь, сжечь, утопить или еще что-то, еще как-то разделить и все. Но вместе с тем она обладает чем? Она является частицей Бога, она является вечной и невыничтожимой, она является его составной частью, и мы с тем, чем она является? Что у нее есть еще? Независимость. А для чего нужна независимость частицы Бога? Если... Для чего? Чтобы отношения были натуральными, отношения могут когда быть? Настоящими. Между двумя независимыми личностями, правильно? Каждая из которых может как-то играть при этом, независимо от того, то есть, что хочет первое. То есть, чтобы не было навязывания. Вот самое главное. Не было навязывания, не было какого-то давления, не было какого-то, знаете, программирования такого. Отношения должны быть свободными. Поэтому душа имеет свободу, а поэтому она может выбирать. И быть ей с Кришной, и быть ей с Богом, или быть ей где-то еще. Это ее выбор. Если бы выбора не было, что бы было тогда? Душа должна была быть вынуждена, не деваться ей некуда, она вынуждена была бы быть с Кришной в духовном мире и строить с ним отношения, хочешь не хочешь. Вам приходилось когда-то строить с кем-то отношения, хотя бы не хотели? Приходилось такое делать? Тут не хочу. А надо. И вы себя вскручиваете в бараний рог. Потому что надо. Деваться некуда. Тут железный занавес стоит, не пробьешься через него. Скажите, это нормально вообще? Это не нормально. Это естественно? Нет. Тут о какой-то любви, или привязанности, или какой-то симпатии. Может речь идти? Нет. Потому что это вынужденная ситуация. Вы находитесь под колпаком, и вам просто бежать некуда, вам приходится. А так бы вы не видели бы сто лет. Правильно? А вам надо. Ну, я обостряю, конечно, ситуацию. У преданных сердцам мягкие. Они всегда как-то пытаются развеять в себе эту неприязнь, чтобы было нормально. Убирают повторения махамантры и криками харибол всякие мысли у себя неприязненные. Пытаются видеть душу. Да, правда. Не оболочку, а душу. Между душой и душой уже всегда легче как-то контактировать. Вот. И поэтому душа обладает свободой, потому что невозможно заставить полюбить Бога силой. Это должно быть естественным. Это должно быть просто как дышать, думать, ходить, есть и прочее. Точно так же и Бога любить должно быть естественным. Это и есть то, что душа имеет в себе. Но скажите, тогда почему, как же так получается, что она вдруг раз и оказывается в материальном мире? Где создана иллюзия отсутствия Кришны. Он на самом деле здесь тоже есть. Но здесь иллюзия есть, что его нет. Здесь иллюзия, и так все подобрано, чтобы мы его не видели, не воспринимали. Потому что у нас такое... Из-за чего это произошло? Зависть. Наслаждаться отдельно. Вот. Вот это самое главное. Это самая главная причина, по которой происходит попадание в мир иллюзии. Это желание наслаждаться отдельно от Бога. Самостоятельно, без него. Независимо. Так? Я же независимое существо, я могу выбирать, с кем я, с ним или с ним. Вот и все. И... Но как же так могло быть, что вдруг вот частица Бога, вот, вдруг раз взяла и вот так вот. Такой неразумный поступок совершила. Как она могла это сделать? Да, забота выбора. Но она же частица Бога. Как? Как? А для того бы не могло бы произойти, если бы не внешняя иллюзорная энергия. Потому что, когда меняется сознание, вот, есть сознание Кришны, да, значит, что я хочу служить Кришне, я его люблю, я хочу на него вот все делать, как он этого хочет. Или когда я хочу, наоборот, делать то, что я хочу, а это мне мешает вот это вот, да, Кришна. Как только появляется такая мысль, сразу живое существо, что происходит? Выходит из-под влияния внутренней и попадает под влияние внешней энергии. Все. След за нашим сознанием, след за нашим желанием идет переход из одной зависимости в другую. Потому что живое существо всегда зависимо. Оно не может быть полностью независимо, независимо от чего только Кришна. А живое существо – это частичка. И она может выбирать, как Шила Прабхупада пишет во второй песне, Шима Двагова там в комментариях, что она может выбирать, от чего зависеть. Или от энергии внутренней, духовной зависеть ей, или ей зависеть от внешней иллюзорной энергии. Вот это все, что она может выбирать. А он потом обыгрывает это. Шила Прабхупада дальше пишет. Или, как говорят христиане, это запомнилось, служить либо Богу, либо сатане. Вот он такую аналогию продолжает и проводит. То есть это желание, это наше желание, где нам быть. Ну вот, и дальше, в результате выбора, что мы получаем? Это была глава «Скорбь царячит ракету», который был просто раздавлен в пух и прах вот этим вот случаем, который с ним произошел. У него даже гнев на Бога появился, у него даже полностью отключилось вообще понимание, кто он, чего и как. И такого не должно было на самом деле происходить. Потому что это был царь, он возглавлял целую огромную страну, государство. Он должен был вести людей за собой, он должен был показывать им путь, где истина, побуждать них тоже следовать этому пути. Поэтому мудрецы пришли, и они начали его вразумлять. Но только после того, как душа этого ребенка снова вошла в тело, уже мертвая, и заговорила, он тогда начал что-то понимать, тогда начал что-то воспринимать. Что-то сказала душа. Она сказала, у меня были родители и до вас, и до них были еще родители. Сейчас я иду дальше в соответствии со своей кармой, я получу новых родителей. Но почему только вы на меня претендуете? И она рассказала, почему это произошло, рассказала предысторию из прошлой жизни, рассказала о долге, который сейчас должен был отдать. Ты отдал долг, все, я долг получил, и я иду дальше. Все, у нас все, закончился этот кармический узел. Мы должны дальше следовать каждой своему пути. Дальше опять было изложено знание о душе, уже из уст реализованной личности. И тогда, значит, ракету нашло вот это просветление, он понял, кто он... И что он дальше стал делать? Он стал великим-великим преданным. Таким, что даже ему подарили виман летающий, на котором он летал вокруг земли. И если где-то нужно ночью было подсветить, чтобы там тьму рассеять, он так становился в такое положение, что солнце отражалось и попадало туда, и люди могли доделать там какие-то свои дела, помогало таким образом. Вот, ну и потом дальше идет следующий сюжет за этим. Вот, но вопрос в том, смотрите, кто я и в чем для меня благо. Вот скажите, много ли вообще есть живых существ, которые понимают, что они душа? Много ли таких? Сколько таких? Вот вы выйдите сейчас, спросите. Кто ты? Какой ответ будет? Кто ты? В чем для тебя благо? А я вот в магазин сейчас должен сходить срочно. Там благо у меня. Ну и так далее. И пойдите, сколько? И в Бхагавадгите, помните, Кришна говорит, приводит вот этот вот пример, Он говорит, один из тысячи, да, или один из тысячи, да, услышит это знание. Один из тысячи услышавших заинтересуется. Один из тысячи заинтересованных начнет практиковать. Один из тысячи практикующих осознает себя душой, а один из тысячи осознавших возвращается ко мне. Такова статистика Кришны. Так Он объясняет. И поэтому вот я сейчас смотрю на всех, кто здесь сидит и думал, вот это одни из тысячи, тысяч, 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 вот они здесь все собрались. Знаете, кто может это воспринимать? Кто понял, что Он душа, кто хотя бы заинтересовался, кто хотя бы стал практиковать? И кто уже, вот, не знаю, наверное, кто-то уже и с Кришной уже там, как говорится, вот, на короткой ноге. Вот, это я смотрю, я вижу, вот кто, вот кто, вот это такие вот люди. И я так еще думал вообще о том, кто приходит к этому знанию. Это необычные люди. Это значит, что в прошлом у них что-то было, что они совершали, и что теперь их знание, вот эта, или их практика привела к тому, что они пришли сюда. И они продолжили то, на чем они остановились. Либо они получили какую-то особую милость от самореализованной души, которая благословила, и сразу это знание вошло в их сердце. Я вспомнил историю, как это было, вот, что значит, беспричинная милость. Да, мы знаем, есть Крипа ситхи, есть Садана ситхи, есть Нитя ситхи, да. Еще в начале, в самом, когда это движение только проявлялось, еще где-то был конец 80-х, начало 90-х годов, духовные учителя приезжали, они часто приезжали в обычных костюмах, чтобы шифроваться от КГБ, и собирались на квартирах. Приезжал Капал Кришна Гасвами, встречались на квартире у Матаджи Сунити, это в Киеве, которая Сунити часто, да, она была Светлана. И даже есть, у меня на кассетах есть еще записи, которые там происходили. И там Махарадж говорит, а все ли поместились, скажите на кухне, чтобы там еще, то есть набивалась квартира, на кухне сидели, там где-то сидели. И он читал там лекции. И это было, как уже штабская квартира такая, где это происходило регулярно, потом, когда уже там перестройка, все разрешили, это тоже. Дальше так же использовалось все, но уже легально. У Сунити был сын, который не хотел никакого сознания Кришны. Он ходил на дискотеку, ходил в бар, пьянствовал, часто приходил домой пьяный. И это все ему не нравилось. И однажды так получилось, что происходит программа в этой квартире. Сидят все. Программа заканчивается, и все расходятся. И Махарадж уже стоит, какие-то там благословения отдает, на вопросы отвечает, что-то подписывает. Ну и люди уже выходят. В это время из квартиры, из этой комнаты открывается дверь. И оттуда так, пошатываясь, выходит этот сынок. Значит, о, видит Махараджа прямо перед собой. В семейных трусах там такой. Видимо, он проспался там и встал после очередного похождения. О, Гарикры, ну да, ну да, все понятно. Мама, я же говорил, у тебя же такого вообще не было у нас. Что это такое? Ну, в таком духе, что я там была. Она ему говорит, да ты что, это же Махарадж. Это же, ну, святая личная, ну, как ты, тихо. Ну, вот это Махарадж, ну, что это такое вообще? Что делает Махарадж? Он берет данду и по голове его как треснул этой дандой. И этот сынок, в чем был, как был, он сразу свалился мгновенно в дандават. Просто в дандават упал. И дальше произошло невероятное. Во-первых, он сразу протрезвел. Во-вторых, у него слезы из глаз полились. В-третьих, он схватил стопы Махараджа и стал повторять громко мантру. И потом, когда он поднялся, уже встал на коленях и с мольбой сложа руки, говорил, Махарадж, простите, я такой негодяй, пожалуйста, пролейте на меня в своей милости. Все, помогите, помогите мне, я вообще такой грешный, падший, спасите меня, пожалуйста. И снова в дандават, и снова Махарадж погладил его по голове и говорит, повторяй Харе Кришна, повторяй. Он говорит, хорошо, что должен я делать, распространяй, пожалуйста, наши книги, распространяй, и будет счастлив. Все, и на этом все это закончилось. После этого случая этот сынок полностью прекратил всю какую-то свою материальную, мрачную деятельность. Стал повторять сразу 16 кругов, взял книги и стал их распространять. И через какое-то время он стал лидером по распространению книг. Получил инициацию, получил имя. Кто угадал, о ком я рассказываю? Лидер по распространению книг. Вот. А? Ладно. Вот таким образом это произошло. Вот так вот происходит беспричинная милость. И сюда приходят те, кто получили беспричинную милость, раз, или они имеют заслуги в спросе жизни, это два. Потому что в Бхагавадгите Кришна обещает, если ты практиковал знания, если ты пытался осознать себя душой, пытался восстановить отношения с Господом, да, которые иллюзия у тебя отшибла из памяти, но что-то произошло такое, что ты не смог это, в следующей жизни ты продолжишь тот момент, где ты остановился. Поэтому человек, который понял это, это уникальный человек. Если вы хотите увидеть уникальных людей, посмотрите вокруг себя, посмотрите, вот, посидите, вы их увидите. Это они. Вот это те, которые поняли самое сокровенное знание. То есть жемчужину вот эту вот, они соприкоснулись с этой жемчужиной, которая на лотосе и в это. Осознание себя душой, это и есть то, что провозглашают веды самым-самым главным. Но здесь я остановлюсь, пожалуй, хотя мог бы еще много чего говорить, но хочу послушать вас. Теперь спрашивайте или заполняйте, да. Спасибо большое за прекрасную лекцию. Я слышал от духовного учителя, он говорит, что правильное использование свободы выбора души, это выбирать между служениями. Вот это служение или вот это, когда есть там возможность выбирать. А вот когда под воздействием иллюзии она находится, то тогда она выбирает. Что полегче. Ну выбирает, так как она думает, что она это тело, она выбирает то, что она доставляет удовольствие. А так вопрос такой, что вы сказали, что иллюзия подействовала и душа выбрала материальный мир. А где же взялась иллюзия в духовном мире, как она могла подействовать? Ну, Сухотра с вами и книга есть такая изначально, наше изначальное положение. Из лекции Сухотра с вами, из этой книги вырисовывается следующее, что там подробно идет описание. Душа тоже развивается в духовном мире, она как-то совершенствуется. В какой-то момент у нее появляется такое восприятие, но если я и Кришна, мы одинаковы, чем я хуже? Пусть тоже мне такое же почтение оказывают. Ну вот такое вот. Такие иррациональные вещи происходят. И тогда Кришна беседует с этой душой, он говорит, подожди, подожди, стоп, стоп. Никто не имеет против того, что ты такая же самая, все понимаешь, лучше как-то делать то, для чего ты предназначена. И он дает наставление. Если после этого наставления все равно прогрессирует вот это вот неправильное мышление, тогда оно выходит из отношений и как бы начинает само по себе там существовать. Но оно не получает того, что Кришна получает. От этого возникается уже зависть, да, как мы говорим. Почему так? И тогда возникает желание отношений не иметь вообще. Раз так, значит вот на тебя вот так вот. И оно переходит в Брамаджоти. Но это еще духовный мир, то есть там еще нет такого. Оно происходит в Брамаджоти, где нет отношений. Когда она это делает, она снова слышит голос Кришны. Говорит, ты можешь сейчас вот оттуда молниеносно вернуться обратно. Если снова у тебя встанет все на голове на свои места. Если она это делает, она возвращается. Если нет, дальше происходит накопление вот этого неправильного сознания. И оно уже тогда из Брамаджоти, получается, через Санкаршану, через Махавишну выходит в Айтарани, то есть вот этот промежуточный промежуток между духовным и материальным миром. Находится там. И Санкаршана тогда говорит этим душам, которые вышли из его тела. Он говорит, вы можете сейчас прямо встать на путь преданного служения и вернуться обратно к Богу. Не заходя дальше никуда. Если они от этого тоже отказываются и продолжают на них нагнетаться, вот это нежелание служить, тогда они идут дальше и уже тогда попадают уже под влияние иллюзии, потому что накопилось очень много. И тогда уже просто-напросто их положение в системе координат определяется тем, что они хотят. Тогда они попадают под влияние иллюзии, но они рождаются тогда на планете Брахмы среди учеников Брахмы. И Брахма им проповедует тогда уже. То есть, что вот вы оказались там в материальном мире, но вы недалеко еще ушли, сейчас же занимаетесь преданным служением, вы вернетесь, вот я умру, когда вместе со мной вы перейдете туда. Если они на это соглашаются, так и происходит. Если нет, они еще больше попадают в иллюзии. И они рождаются на земле уже тогда, в человеческом теле, в варнашами. И тогда они встречают гуру, и Кришна в облике этого гуру начинает им тоже проповедовать. Станьте на путь преданного служения. Вы тогда вознесетесь снова в духовный мир. Если опять это они игнорируют, они тогда идут уже полностью в материю. Вот доходя до самого низа, говорится, что они доходят до самого одноклеточного какого-то минерала, а потом оттуда снова эволюция возвращает их обратно в человеческое тело. Где они снова встречают гуру, где в человеческое тело, сначала не цивилизованно, а потом цивилизованно, а потом в варнашаму, где они встречают гуру. Гуру им проповедуют, они стоят на путь духовного развития, доходят до положения брахмана через четыре варны. Из положения брахмана они могут прогрессировать в положение вайшнава, и тогда после этого идёт возвращение назад. Ну вот так. Материальный мир был создан для того, чтобы усилить, ну вот это, исправить это положение, да? Разумеете, да. Кришна от гопи тоже прячется для того, чтобы усилить их любовь. Только это уже другое немножко, да? Да. Лариса Шувалова пишет. Если подойти предвзято, то литературный перевод этого и предыдущего стиха очень отличается от пословника. Например, аналогия с животным в стихе 7. Объясните эту вольность автора в обращении с санскритом. Вопрос. Для этого мы должны вернуться к 7 стиху, правильно? Что в этом? Шила Прабхупада является ачарьей. То есть тем, кто наделён полномочиями доносить до современного ему человека древнее духовное знание. А поэтому он писал первые песни Шримадбага, где он буквально, почти цитата, говорит так, что задача ачарьи адаптировать знание, которое было написано в другую эпоху, в других климатических условиях, в другой культуре, вообще в другом образе мышления людей, к восприятию его современными людьми, которые родились и растут сейчас. Его задача состоит в том, чтобы донести до них смысл этого в том виде, в котором они могут его воспринимать. При этом, дальше он продолжает, изначальный смысл, изначальный замысел произведения должен быть сохранён без изменений. Поэтому, если мы будем буквально пословно читать то, что говорится на санскрите, у нас могут в голове возникать разные нестыковки, которые мы можем трактовать, как нам это видится, или как нам это хочется. Правильно? Чтобы это исключить, Шила Прабхупада даёт такой перевод, который исключает простор для спекуляции. И его перевод является окончательным и таким, который удобоварим нашим сознанием, чтобы мы могли его нормально воспринять, и оно потом нормально дало свои определённые плоды. В этом его полномочия. И поэтому, если это делает Ачарья, то наша задача, в свою очередь, поскольку мы являемся продолжателями его, на миссии, воспринимать его слова, как окончательный уже перевод, которым невозможно что-то поменять, изменить, или как-то ещё там по-другому воспринимать. Шила Прабхупада говорил, Бхагавадгита, как она есть. Есть много других переводов Бхагавадгиты. Но другие переводы Бхагавадгиты были трактованы в соответствии с какими-то скрытыми желаниями переводчиков, тех, кто его трактовал. Поэтому они вместо того, чтобы направлять человека к Кришне, давали им что-то своё, вплетая туда свои какие-то домыслы, или какие-то желания. Но, говорит, эти книги не породили ни одного преданного Кришне. И дальше он пишет. Он не то, что себя хвалит, он просто факты показывает. Но Бхагавадгита, как она есть, которая была переведена им, в соответствии не со своими какими-то побуждениями, а в соответствии с желаниями Господа, в соответствии с тем, как Кришна хотел, чтобы это звучало. И Шила Прабхупада знал об этом, что у него была парампара, он опирался на предыдущих ачарьев, опирался на своего духовного учителя, ничего не меняя, донести слова Кришны так, чтобы это было воспринято современным человеком, и дал ей название, как она есть. То есть не в соответствии со своим или каким-то чьим-то еще сознанием, а в соответствии с сознанием Кришны. Как оно есть, так оно и есть. Вот как Кришна сказал, так Он и донес это все. Результатом это было того, что не только предные появились, но создался искон, и была выполнена миссия Господа Чайтани. Вот результат. И поэтому мы все должны оценивать по результату. Каков результат? Каких-то спекулятивных, философских там измышлений. Это просто насаждение, очередное наслаждение ума, которое, в общем-то, не приводит к какому-то результату. Или то, что сделал Шила Прабхупада, дав нам знание о Кришне, и о том, кто мы такие по отношению к Нему, в чем состоят наши обязанности. Это породило вот такой результат. Вот мы можем на основе этого сделать какой-то вывод, что нам нужно изучать, и как нам нужно все понимать. Если мы воспринимаем все, как говорил Шила Прабхупада, значит, тогда нам обеспечен успех. Если есть какие-то сомнения, мы должны идти и развеивать их, общаясь с преданными. Вот и все, что тут можно об этом сказать. Харе Кришне. Еще короткий вопрос. Юрий Голованев задает. Скажите, пожалуйста, о ком история с Дандой? Это был такой предный, вернее, есть этот предный. Мадам Махан. В свое время такой был. Он приходил на мясокомбинат, говорил к директору, я вам принес уникальные книги, там, древнее знание, вселенной. Вот. У вас подписка работает на предприятии? Раньше была подписка на книжные издания, где можно было подписаться, и потом получать книги, которые люди ставили на полку, и любовались, значит, как много у меня книг. Вот. В продолжение этой традиции он нам предложил вот дать такие книги. И поговорив с директором, потом они собирали всех в актовом зале, где он выступал, показывал эти книги, комплект, и говорил, вы можете подписаться, руководство перечислит эти деньги за эти книги, а вы потом, из вашей зарплаты будут потом высчитывать в течение там полугода, допустим, эту стоимость. Вот. Все практически без исключения. Ну, и директор там потом выступал и толкал какую-то тоже речь, значит, что каждый обязан иметь у себя такую книгу, каждый работник нашего предприятия. Ну, это все под воздействием, конечно, было. Да? Да. И подписка оформлялась. Как правило, через какое-то время, когда эти книги приходили людям, люди их начинали читать, мясокомбинат закрывался. Вот реальные... Да. Или тело другое. Ну, это из жизни, то есть, вот как оно было. Аревол. Большое спасибо. Если все удовлетворены, мы на этом остановимся. Продолжение следует...